Как-то не хотел привносить политоту на канал, но политота приносит себя сама. Котча выбора, вот кандидаты. Какая у них разница? Никакой. Это с ароматом коммунизма, красный виз какой, смотри. И это такой розоватый, ванильный такой, ну... На социалист похож, только всё равно оба капиталисты. И это какой-то мороженый весь. Говорить ничего не будет. Ну и дурак. Нахер он нужен, да? А это вот вообще тёмная лошадка. Вот как за неё голосовать, за эту тёмную лошадку? Никак. Вот, короче, выборы без выборов. Даже суть не в том, что выборы-то были без выборов. Главный прикол-то знаете какой? Электората, короче, мало, не хватает электората. Выборы нельзя назвать всенародной явкой от 20 до 30 процентов. То есть, россияне по факту разочарованы в выборах. То есть, вот за этих четверых, они 9 сентября пошли и не стали голосовать. Я тоже поленился. А чё, проголосуют как надо. Я знал, что как надо проголосуют всё равно. Как говорил Сталин, не важно, как проголосуют. Главное, как посчитают. Но это не так, да? Сейчас всё-таки голосуют, но... Маловато народа, да, это выборами нельзя назвать, когда ходят только 30 процентов, а в некоторых регионах 20. Я знаю, конечно, они устроили настолько... В некоторых регионах губернаторы опостыли, что даже с явкой в 30 процентов и там проплаченной, да, они догадались провалиться. То есть, да, на 6 процентов, например, провалиться, да. То есть, 30... 32 против 36 у кого-то или коммуниста, или какого-то ещё не из ЕР, да, который... Это вообще, это так надо, да, лохануться. Это вообще, это жуть, да, при такой явке. Так мало набрать, да, 36 процентов. Это надо вообще ничего не делать, только вот с бюджетом вынимать бабло из бюджета, да. Или не осваивать его. Не знаю, что хуже, не осваивать или вынимать, да. Потому что деньги выделяются, и если их в регион не засунут, ничего не сделать в регионе, то они обратно отправляются в Москву, да, уходят по логике по этой, по пришибленной. Вот, так что не знаю. Выбор мы это назвать уже нельзя. Это 30 процентов явки, от 20 до 30 в среднем. Это хера-то ополнейший. Это не выбор, что мы видали. В этой, да. 9 сентября это не выборы. Поэтому все молчат, никто даже не пишет в газете, что всё прошло честно. Никто не пишет про явку, все лучше помолчать решили. Все газетки, никто ничего не хочет писать, да, чтобы не компрометироваться лишний раз. Вот так вот. Это, ну и понятно, разочарование народа, да. Пуш народ-то знает, что всё равно, кого надо-то выберут. И всё равно в четырёх регионах провал полнейший, да, получился, да. У этой самой, у банды, да, у главной, нашей российской банды, провал получился. Не то, что я говорю банды, они просто вот... Я банду говорю для примера, потому что по факту это всё как банда. То есть, одну банду мы на другую только можем поменять, и всё. А из-за менталитета российского всё равно всё будет работать одинаково. Вот это, допустим, представим, что-то вот эта вот бутылочка, это Навальный, допустим. Ну вот это вот Владимир Владимирович. Мы их поменяем, и нифига, да, только аромат какой-то изменится чуть-чуть, да. Как если бы вот эту колу бы сейчас открыли и выжили. Только чуть-чуть аромат какой-то изменится, а так нифига, да, ничего, да, то есть... То есть эту банду уберут, да, а эта банда встанет и будет делать то же самое. Смысл-то в этих выборах-то тогда. Или вот эту банду выберем, кого-нибудь, кого сюда поставить. Кто у нас такой? Не знаю, какой-то он с ароматом вишни, даже не знаю, кого какого-нибудь хрена, да, на лопате поставить, и он точно так же это все расфигачит, а своих поставит, и будет то же самое, да. Как-то показывал на доминошках, но записал на экшн-камеру, похоже, видео, и поэтому оно не сохранилось. Ну, и я там подробно всех объяснял, почему там банды, да, то есть они все одинаковые, эти банды, да, одинаковыми фигурами я их выложил, да, то есть они поменяются, а одно и то же будут, да, фигачить. Вот так вот. Господа. Так что никакие это не выборы, то, что мы девятого увидели. Конечно, по факту выборы, но на самом деле по старой-то Конституции, помните? До правок, то есть, если меньше 25% явка, то все в отставку, да, уходят, и и новых, да, там надо перевыбор назначать, индекс доверия к народу меньше 25%, да, то есть, если бы они это не снесли, да, то сейчас бы все у нее шли в отставку, да, вот, потому что никто сейчас по ритоте не заинтересован. Весь народ, он живет, как бы в своем мире, там, прыгает, да, в своем мире скачет, да, тут какие-то, а политики что-то отдельно там квякают, да, квякают там что-то, и в отдельном мире своем живут, для них отдельные отчеты, то есть, отвязались от народа опять, то есть, как опять началась, как все те проблемы, что были при при Горбачеве, когда при конце вот этого прежнего, да, при Горбачеве, когда там отвязывались, народ такие там планы ставили, то же самое началось. Вот, ничего хорошего это, конечно, не приведет, будет там еще дальше падать, то есть, рейтинг, тут на картах даже гадать не надо, ни кубики бросать, ни на картах гадать, будет еще дальше падать и явка, и рейтинг, и не знаю, как они будут оправдываться, когда у них явка будет 10%, где-то через не знаю, сколько лет, через пару выборов, то есть, да, есть шанс, что в 2024-м явка будет 10-14%, да, если не будет какой-то агитации особо приводить, приманки, замануху туда устраивать, да, не будут какую-то замануху устраивать, то вообще явка будет 10-15%, вообще выборы не пройдут, да, действительно, всем придется самоустраниться, да, оттуда добровольно выйти, сдать мандат на растерзание, вот, еще надо будет им сделать тогда, так оно и будет водовинить, таблицей, и подождаться, и, и, Продолжение следует...